Добрый вечер. Здравствуйте, кто смотрит меня в прямом эфире. Здравствуйте все, кто смотрит трансляцию на ютубе и кто будет смотреть потом трансляцию записи. Мы сегодня с вами заканчиваем очередной цикл вебинаров по дубликации, которые ведут нас к успеху в нашем собственном бизнесе. Мы рассматривали семь задач, которые нам необходимо выполнять, которыми нам необходимо овладеть для того, чтобы у нас получалось все задуманное. И сегодня мы рассмотрим последние две задачи о том, как мы сопровождаем, как мы помогаем своим партнерам и как мы работаем с возражениями. Ну, здесь очень хороший солнечный день, сейчас хочется подольше побыть на улице, поэтому я очень благодарна тем, кто нашел время, кто интересуется, кто сейчас с нами в прямом эфире. Итак, мы поговорим о сопровождении. Мы всегда на всех вебинарах и вообще вся наша система дубликации построена на том, что мы дублируем систему, мы дублируем какие-то шаги, мы повторяем за нашими успешными лидерами, за нашими успешными партнерами, мы повторяем их действия какие-то. Мы не можем взять какого-то, допустим, успешного нашего спонсора, нашего пригласителя и стать им, полностью его повторить. Но мы можем понять систему работы и продублировать саму систему. И эта система состоит из четырех основных шагов. Это приглашение человека в бизнес, то есть наш первый контакт, наше с ним первое общение, наше первое ему предложение бизнеса или вообще знакомство с проектом. Дальше идет информация, которую мы даем в проекте. Третий шаг – это обратная связь. Когда мы понимаем, заинтересовало или не заинтересовало человека, и если заинтересовало, мы переходим к четвертому шагу. Так вот, сегодняшняя тема сопровождения как раз больше всего выполняется на нашем четвертом шаге – это вовлечение в систему поддержки. Когда мы знакомим полностью с проектом, когда мы рассказываем все, что его ждет, мы даем ему всю информацию, которая ему понадобится для работы. То есть мы знакомим и с кабинетом, и с разделами, с маркетинг-планом. Обязательно рассказываем о том, какие у нас проводились уже конкурсы, какие есть награды, какие конкурсы еще в данный момент существуют. То есть обязательно нужно сказать, сколько мы уже прошли. Не только что у нас есть на сегодняшний момент, да, а сколько всего хорошего мы уже прошли. Знакомим с разделом реферальных ссылок, как ими пользоваться, официальные каналы наши, где брать информацию. Вот, сайт Юницкого и наши каналы, на которых публикуются все материалы. То есть не нужно искать по Ютубу, там все ролики собирать. Да, мы сразу новым людям рассказываем, что есть официальные каналы, информации там очень-очень много. Поэтому вот вся эта работа выполняется как раз на четвертом шаге. Это и как раз есть сопровождение наше. То есть когда мы познакомились с проектом, и мы видим, что человек загорелся, ему нравится, нужно в обязательном порядке сразу начинать ему помогать. Помогать, отвечать на вопросы, давать дополнительную информацию. Потому что как раз весь наш успех, наш, и успех нашего нового партнера, который пришел к нам в бизнес, зависит от того, какие мы с вами сделаем первые шаги. Как мы его поддержим, как мы ему поможем. И есть такая статистика, что если мы человека познакомились с информацией, познакомились с проектом, и позвонили ему, предложили свою помощь, буквально в течение первых 24 часов, то успех, можно сказать, нашего предприятия, процент успеха – это 70. У нас будет 70% того, что все получится, человек включится и будет работать, будет с нами в команде. Если мы оставляем его на 2-3-4 дня, то процент успеха уже падает, уже будет 23%, потому что он, конечно, может быть, не совсем красивое слово сказать – остывает, но это так и есть. Человек остывает. Вот он загорелся, ему хочется, пока он готов, он принимает информацию, принимает нашу помощь, принимает всё то, что мы ему даём. Потом он отвлёкся, у него что-то произошло, и не потому что он не хочет, а потому что он говорит, «Слушай, давай немножко позже, у меня сейчас более важные дела появились». И уже наш процент падает, он может больше не вернуться к этому вопросу. Но если мы его оставляем больше, чем на неделю, на неделю и больше, то этот процент вообще снижается до 7%, и здесь может произойти гораздо больше всяких, можно сказать, негативных и неприятных моментов, потому что если человек загорелся, если человеку понравилось, и мы не откликнулись, вот представьте себе, он был готов войти в бизнес, ему это понравилось, он уже представил себе, допустим, что он вложит, как он, то есть он уже готов, а мы вдруг начали тормозить, то любое другое более-менее интересное предложение, которое поступит ему в течение этой недели, может как раз полностью занять его внимание, и при нашем последующем звонке через 10 дней, он нам скажет, «Ой, ты знаешь, твое предложение было классным, но как-то вот мы с тобой не созвонились, не переговорили, мне тут предложили другой проект, мне понравилось, и я уже с головой туда нырнул, и я вот там за 10 дней уже столько всего там проделал, иногда бывает так, что он говорит, «Слушай, а давай-ка ты теперь иди ко мне», я думаю, что вы тоже с таким сталкивались, когда он загорелся чем-то другим, и тут же нас начинает звать, нам отказал, но потом нас начинает звать, поэтому не делайте такую ошибку, если человек заинтересовался проектом, то, пожалуйста, берем и просто вовлекаемся и помогаем. Нашу вообще систему поддержки можно разделить на три таких основных раздела, может быть, да, может быть, даже этапы, потому что они существуют один за другим. Первое – это знакомство, второе – сопровождение индивидуальной и сопровождение всей структуры, когда мы уже ее построили, когда она у нас уже появляется, когда у нас уже становится больше людей. Знакомство можно понимать… Знакомство можно, знаете, рассмотреть как два понятия. Знакомство первичное, когда мы только знакомимся с человеком, мы знакомимся с проектом, но также есть знакомство еще и вторичное, Когда он уже когда-то пришел в вашу структуру, сделал какую-то инвестицию, сделал себе небольшой портфель или может быть какой-то один пакет всего и за тех, как мы говорим, стал таким ожидающим спящим партнером. И мы можем, когда просматриваем свою структуру, чтобы оживить людей, мы можем позвонить и сказать, ну привет, вижу, что ты в моей структуре, то есть если это не ваш первый лично приглашенный, либо если ваш лично приглашенный, вот привет, давно с тобой не общался, вижу, что по статистике у тебя так и остался один пакет, давай мы с тобой познакомимся заново, что у тебя произошло нового, чем сейчас живешь, дышишь. То есть дадим ему какую-то новую информацию, ну во всяком случае попытаться в обязательном порядке нужно. Очень многие люди вообще, взяв один пакет, не включившись в проект, допустим, активно, которые изначально не собирались строить структуру, они просто ждут. И они не смотрят новости, они не заходят в кабинет. И для многих наш звонок оказывается большим таким открытием, что оказывается проект не закрылся. Есть и такие, которые там в 15-16 году пришли и так и остались с одним пакетом. Для них большое открытие, что мы продвигаемся, что у нас все-таки большие достижения. И они с радостью принимают эти новости. То есть мы для них, как, знаете, вестник хороших новостей. И они включаются, они говорят, ой, да, здорово, давай, а что там за предложение еще есть, давай, я, может быть, еще что-нибудь. Поэтому вот это знакомство, как первичное, так и вторичное, стоит использовать. Стоит прозванивать свою структуру спящую и немножечко дать информацию людям. Не навязываться, не мешать им жить своей жизнью, да, но дать новую информацию, предложить новую информацию, рассказать о наших достижениях всегда можно и нужно. Я не могу понять, почему у меня такой свет, у меня так светло и ярко в квартире. Почему-то у меня камера не хочет этот свет воспринимать. Вот, дальше. Сопровождение индивидуальное. Мы говорили, а, ну давайте еще про знакомство скажу. При первичном знакомстве мы еще можем понять, кто перед нами. Их, наших партнеров можно разделить на три категории. Это потребитель, продавец и строитель бизнеса. Вот я сейчас сделала акценты на потребителях, которые пришли, для себя открыли пакеты и просто ждут. Вот, дальше есть у нас люди, продавцы, которые любят строить только первую линию. Вот они будут строить ее, вот они будут продавать, 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 условно говоря, да, подключать людей, подключать пакеты и не строить структуру в глубину. Им это нравится, у них это получается, пусть они будут. Они такие существуют, это их право, это их работа. И есть строитель бизнеса, то есть это люди, которые целенаправленные, ну это какие-то там сетевики, которых мы из других, допустим, компаний пригласили, да, или они закончили там работу в своем проекте и перешли уже в наш, то есть приняли наше предложение, наше приглашение. Вот, но с такими людьми, конечно, мы работаем, рассказываем, помогаем, а может быть им и не нужно будет помогать. Да, и мы всегда смотрим, что нужно ли нам, допустим, того же потребителя переводить в категорию продавца. Или нужно ли нам нашего клиента из категории продавец переводить в категорию потребитель. Если мы видим, что там есть потенциал, если мы видим, что мы его можем чем-то заинтересовать, то мы стараемся и проделываем определенную работу для того, чтобы это произошло, перевести из одной в другую категорию. Если мы видим, что человеку комфортно там, где он есть, то, конечно же, не портим с ним взаимоотношения, не навязываемся ему, не делаем так, чтобы он от нас устал, да, вот, пусть он себе живет в своем комфортном мире, пусть он будет потребителем, пусть он делает для себя пакеты, пусть он делает пакеты для своих детей, если ему хорошо, то пусть ему будет хорошо. Вот это как раз и заключается в этом наша работа. Мы их распознаем и принимаем решение, как мы дальше будем его сопровождать и что мы будем дальше делать. Когда мы принимаем решение, что мы сопровождаем, что мы дальше ему помогаем, мы учим его строить структуру, мы вспоминаем, какие шаги мы делали сами. Если у нас нет никакой схемы, если у нас нет никаких правил и мы ничего не знаем, но мы уже сами эту структуру какую-то построили, у нас уже есть несколько приглашенных людей. И вспоминаем, что мы делали, как мы делали, получалось у нас, не получалось, что у нас хорошо получалось. И то же самое делаем с своим партнером приглашенным. То есть даем ему первое задание, спрашиваем его, какие у него цели, помогаем ему выстроить какие-то, определить, не знаю, записать его цели на бумагу, определить путь достижения, расписать по шагам. То есть делаем все то же самое, чему мы когда-то учились сами. Даем ему задание про 100 контактов, чтобы написать. Это мы уже проговаривали, что это задание очень полезное, что нужно писать список из 100 контактов. Рассказываем ему, как лучше это сделать, помогаем ему, мы уже знаем, как делать, да, из предыдущих вебинаров. Если нет, можете пересмотреть, кто новичок, кто впервые попадет только на этот вебинар. Вы можете пересмотреть, потому что на самом деле это занимательно, это достаточно интересно. И мы можем написать список не только из 100, но даже из 200 контактов, потому что по статистике к 20 годам у нас есть уже 200 знакомых людей. Ну и, конечно же, рассказываем, как мы работаем индивидуально с лидерами, как мы выявляем людей, которые достаточно такие активные, с большим потенциалом, и встречаемся с ними, разговариваем с ними, предлагаем помощь, предлагаем сотрудничество. То есть мы конкретно работаем с человеком и смотрим, что ему можно предложить для того, чтобы его немножечко расшевелить и помочь ему развернуться. Также существует сопровождение структуры. Очень важно, когда вы начинаете строить свою команду, создавать где-то какой-то чат. Сами договаривайтесь, в каком мессенджере вы создаете чат. Это очень важно, чтобы вы, во-первых, знали всех людей своей структуры, чтобы ваша структура своевременно получала новости. В чат можно дублировать новости, которые есть в кабинете, потому что не так часто туда заглядывают. Можно делать какие-то смс-рассылки, информировать их о том, что вы собираетесь с структурой провести какую-то встречу, какой-то вебинар, не знаю, да все что угодно, любое мероприятие. Обязательно проводим собрания, собрания с лидерами, собрания всей структуры. Но раз в месяц это как минимум нужно собирать всех людей для того, чтобы пообщаться вживую. Сейчас очень удобно, потому что наступило лето, очень здорово делать какие-то выездные семинары. Вот скажу вам на своем опыте, мы это в Латвии делаем, и у нас 19-го числа очередной будет выездной семинар. Мы будем проводить, едем в замок и будем в замке на террасе проведем презентацию, такую мини-конференцию проведем, а потом мы идем к озеру там же на территории, и у нас будет пикник. То есть мы не только работаем вместе, но мы проводим вместе досуг. Это очень важно, тогда получается команда. Понимаете, сетевики, они каждый работают дома. Они работают, каждый строит свою структуру, строит свой бизнес, и нет такого, как, допустим, коллективы на предприятиях, когда люди каждый день общаются, каждый день друг друга видят, и они как-то там, там получается более сплоченная команда, они знают, кто чем живет. У сетевиков так не получается. Поэтому сейчас такой сезон, когда можно и нужно людей собирать вместе и проводить интересное время. Можно даже посещать какие-то тренинги, какие-то семинары, которые не относятся к нашему проекту. Они будут совсем на другую тему, посвященные здоровью, может быть, питанию, спорту, личностному росту, да, чтобы, ну, не всегда работать, 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 потому что, сами понимаете, от этого тоже люди устают, да, но что-то интересное, что можно интересовать, обязательно предлагать. Как раз вот в эти чаты, которые у вас будут, предлагаете своей структуре что-то посидеть, провести вместе время. Это очень полезно, потому что команда тогда будет поддерживаться в ресурсном состоянии, да, когда будет не только работа, но и досуг вместе. Попробую открыть штору. О, она вот стала светлее, меня теперь видно. Вот, так что не забываем, что вот всю команду мы в обязательном порядке поддерживаем тоже. Ну, очень важно держать линии связи открытыми. Что это значит? Это быть на связи, быть всегда готовой ответить на телефонный звонок, помочь, неважно, помочь при личной встрече, либо по телефону, может быть, да, иногда бывает, люди не могут там в кабинете что-то найти, мы тут по телефону их сопровождаем и рассказываем, что где найти, и всё. Это тоже наша помощь, и это тоже здорово, когда человек её получает своевременно. Вот, то есть мы всегда открыты, мы всегда выполняем свои обещания, как мы говорили, да, в навыках коммуникации, что если мы о чём-то договорились, то чтобы выглядеть профессионалом, мы всегда выполняем всё то, о чём мы договорились. Дальше, работая со своей структурой, мы должны понимать, у нас есть ещё одно такое понятие, как конверсия. То есть мы работаем, мы рассказываем, мы приглашаем, мы делаем какие-то презентации, и очень важно понимать, как продуктивна ли наша эта работа, можем ли мы достучаться до людей, не выполняем ли мы очень много, можно сказать, пустой работы, теряем свою энергию, теряем своё время. Для этого существует такое понятие, как конверсия, когда мы наблюдаем за своей работой, когда мы понимаем, сколько у нас на выходе получается сделок. То есть что такое конверсия? Это отношение проделанной работы к конечному результату, и она измеряется в процентах. Например, если мы тысячу презентаций провели, а у нас только два человека совершили, 20 человек заключили сделку, то вот у нас получается всего лишь, что у нас получается 2%. И поэтому, анализируя свою работу, видя, какая у нас конверсия, какой у нас процент конверсии, анализируя свою работу, наша цель – повышать этот процент, для того, чтобы наша работа была продуктивной, и учить этому свою команду. И для этого есть такие понятия, как фазовое влечение, как мы можем понять свою конверсию, результат свой, как мы можем его просчитать, оценить. Есть у нас 5 фаз. Я взяла 5, ее можно разбить еще на больше, гораздо более подробно. Каждый для себя может эти этапы обозначить, более мелкие этапы. Да, я взяла 5 этапов, 5 фаз. Первое – это когда мы ищем человека, ищем потенциального инвестора, вот мы в поиске, мы обзваниваем, мы находим человека. Первое – общение с ним, презентация проекта, предложение инвестирования и инвестиция, то есть заключение сделки. Допустим, берем вот эти 5 этапов, и мы смотрим, какую работу мы с людьми проделываем, и на каком месте у нас идет торможение. Допустим, мы делаем, 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 делаем презентацию, и человек вот никак, ну вот не хочет он делать эти. То есть мы с одним проговорили, с другим, с третьим, и мы понимаем, мы хорошую подробную презентацию сделали. Ну и все, и здесь у нас получается ступор. Вот, тогда мы думаем, какой у нас следующая фаза? Это предложение инвестирования. Значит, возможно, мы не сумели сделать это предложение, ну, так, чтобы человек понимал. Значит, у нас где-то что-то у самого не проработано, что-то мы не доделываем. И вот здесь как раз мы вспоминаем, как мы на вебинаре говорили, о том, когда каждый человек умеет делать очень хорошо три дела, которые могут, в принципе, его кормить, да, три важных дела, которые человек умеет делать, которые составляют 90% его стоимости. И вот мы понимаем, значит, я умею делать презентацию, но, возможно, не умею делать бизнес-предложение, да, я не умею сделать предложение так, чтобы человек проинвестировал. И мы находим своего спонсора или того, кто умеет это делать очень хорошо, и приглашаем его на свои встречи. И еще раз приглашаем этих людей, еще раз все это прорабатываем, да. Мы говорили, что мы зовем обязательно на помощь тех, кто умеет это делать. И вот как раз, когда мы сможем вот эти фазы сами проанализировать и понять, мы точно будем знать, чего не хватает, и точно будем знать, кого нам пригласить. И вот для того, чтобы наша работа была продуктивной, мы должны для себя понимать средний цикл вовлечения, сколько нам времени нужно от того, что вот мы, от поиска, да, от того, как мы нашли человека, до того, как он совершит сделку. И мы понимаем, какой вообще средний цикл у меня лично, как я работаю, потому что все работают по-разному. Вот мой средний цикл вот такой, да. И когда мы видим, что он начинает затягиваться, вот тут мы как раз можем проработать прежде всего себя, чтобы быть более профессиональными, да. И очень важно еще знать, сколько сегодня потенциальных инвесторов и на какой они фазе находятся. То есть мы должны понимать, сколько людей у нас на сегодняшний день получили информацию о проекте, но еще не совершили сделку. И вот тут как раз это нам и нужно, чтобы мы понимали, да, у меня действительно там 15 человек знают о проекте, я им вроде как и сделала предложение, но вот что-то не так, да. И тогда мы прорабатываем именно ту фазу, на которой мы понимаем, что у нас застрял. Вот каждого такого человека, который вот проходит через эти пять фаз, можно назвать условно дорожкой успеха. То есть это найти человека, сообщить, встретиться, предложить, сделать инвестицию. И вот каждый у нас такой человек – это дорожка успеха. И вот посмотрите, допустим, кто не занимался вот таким вот глубоким анализом своей работы. сядьте и продумайте, сколько у вас на сегодняшний день запущено таких дорожек успеха. Сколько у вас людей на сегодняшний день, которым вы пришли с предложением, которым вы сделали это предложение, сделали презентацию, и они не совершили сделку. И если вы понимаете, что да, вы хотите с этими людьми еще поработать, вы хотите к ним вернуться, вы хотите им позвонить, то берите каждого по отдельности. Вот прям берем, первый год составили список, вот мои 15 человек, которые знают о проекте. Этому я дал информацию, этому я только-только дал презентацию, значит, нужно еще послать какие-то ролики. Этому я уже рассказал про все пакеты, про инвестиции, про конкурсы. Выпишите всех этих людей и доработайте индивидуально, каждую эту дорожку проработайте. Да, это труд, но он принесет свои плоды. Поверьте, он принесет свои плоды. И дальше, дальше, для того, чтобы вы не потеряли людей, для того, чтобы у нас не было вот той вот нехорошей статистики, когда мы предложили и забыли об этом человеке, сделали ему презентацию и забыли там на 10-12, на две недели, чтобы у нас такой ситуации не было, проработайте тех, кто сейчас есть в таких вот фазах. И дальше, держите в поле зрения максимум 6 человек, лучше 3-4 человека. Вот вы пришли, рассказали, дали ему время подумать, завтра вы с другим человеком общаетесь, а послезавтра вы опять возвращаетесь к первому и говорите, ну как ты просмотрел информацию, ну как твое мнение, может тебе еще что-то нужно. То есть, чтобы в поле зрения этих людей вы всех могли держать и каждому могли прийти на помощь, каждому могли ответить на телефонный звонок, могли прийти, прийти на встречу. Чем меньше будет у вас людей, тем продуктивнее будет работа. Вот доведите его до сделки, научите его работать и отпустите его, можно сказать, в свободное плавание, но с оговоркой «я всегда на связи», «я всегда помогу», «сегда обращайся». У нас есть, вот в моей практике очень ярко так работает, вот прям такой, знаете, яркий пример тому, у нас в Латвии есть один человек, который работает именно так. Он буквально за руку ведет каждого нового своего клиента, и у него очень высокая конверсия, у него очень высокий процент продаж и подключение, и у него огромная структура, огромная. Я даже сегодня не смогу вам сказать, я знаю, что когда мы, праздновали пять лет нашу компанию, у него было 30 тысяч человек в структуре. То есть он действительно работает очень хорошо. Вот, поэтому это действительно приносит свои плоды, если мы будем целенаправленно работать. потому что 90% нашей победы это тщательные и точные последующие действия. Вот эти последующие действия это наше сопровождение наших, нашей команды, наших приглашенных людей. И если вы действительно, вот прям все решили, буду работать, вот я сейчас сяду и поработаю, но с чего мне начать? Я не знаю, что мне делать вот сегодня. Вот прям не знаю, с чего начать. Ну, там, хорошо, давай начну список писать, да? Начну писать список людей, которых я, допустим, там не довел до инвестиций, с которыми надо еще созвониться, поговорить. Вот. Ну, какую работу с ними проделать? Попробуйте задать себе просто вопросы. Может быть, эти вопросы вас наведут на какую-то мысль или, ну, да, прям подтолкнут к каким-то действиям. Считаю ли я себя наставником, да? Или я просто пригласил, рассказал проект и отправил. Интересно занимайся, неинтересно. Все, свободен, занимайся своим делом. Я тебя больше не буду трогать, доставать, да? Или я все-таки наставник, я помогаю, я учу, обучаю, если нужно. Сколько партнеров в моей структуре? Знаю ли я, сколько партнеров на сегодняшний день в моей структуре? Кстати, очень полезно задать себе такой вопрос, потому что иногда, когда заходишь и смотришь, сколько партнеров в твоей структуре, для тебя это становится, вау, сюрприз, у меня оказывается так много людей. Это я вам говорю, с своего опыта у меня было именно так, когда я вдруг узнала, что у меня очень много людей, и еще там, не знаю, какой-то был второй год, и я смотрю, а у меня уже 16 стран, люди из 16 стран. Думаю, боже мой, я тут только работаю в трех странах, а у меня люди из 16 стран в структуре. Для меня это было очень приятно. Скольких партнеров я сопровождаю в данный момент? Сколько лидеров и мастеров в моей структуре? Знаю ли я? Со сколькими лидерами, мастерами я так еще и не познакомился? И тут мы вспоминаем, у нас есть вторичное знакомство, может быть, это будет первичное даже, потому что мы вообще не знаем этого человека. Мы находим его данные, знакомимся, приглашаем его на какую-то встречу, допустим, встреча лидеров моей структуры, и прозвали, он говорит, вот я вижу у вас статус лидера, вы получили статус лидера, я вас приглашаю на встречу, вот мы будем с лидерами встречаться, вот. Отмечайте их чем-то, этих лидеров, мастеров, там, не знаю, какими-то корпоративными нашими подарками, они у нас есть, вы можете всегда их заказать, да, какие-то ручечки, не просто ручечку дать, или вы, допустим, связываетесь со мной, берите макеты и закажите у себя в стране какие-то ручки, они самые-самые простые, но людям, когда вы приглашаете просто на встречу лидеров, когда вы им, ну, у вас нет никакой причины, никакого праздника, это просто встреча, но вы им делаете подарки, сегодня я всем хочу подарить по ручке с нашим логотипом, но это очень приятно, понимаете, это очень приятно, поэтому отмечайте каким-то образом таких людей. Следующий вопрос, сколько активных партнеров моей структуры принимают участие в мероприятиях и обучениях, у нас проходят разные мероприятия, разное обучение, то есть знаю ли я, приглашаю ли я их, когда у нас что-то происходит, всех ли я оповещаю, да, мы зовем все такие вопросы, и это нам подсказывает, что мы следующим шагом будем с вами делать, вот, скольким партнерам в день я делаю звонки, может быть, кто-то любит обзванивать, знаете, как, здравствуй, вот я вижу, ты у меня в структуре, может быть, нужна помощь, я руководитель структуры, я когда-то так делала, я руководитель структуры, вижу, что ты у меня там в четвертой линии, вот, как у вас идет работа с вашим спонсором, нужна ли вам какая-то помощь. Иногда люди говорят, ой, нет, спасибо, иногда говорят, да, какие-то там новости, я что-то давно уже не заходил, не смотрел, и мы говорим, ну, вот у нас скоро будет вебинар, ну, вот у нас скоро будет презентация, мы их просто обзваниваем, но мы им напоминаем о себе, и очень часто люди включаются, и они благодарны, что им позвонили, они не чувствуют себя брошенными, и если это не делает их непосредственный пригласитель, то очень хорошо будет, если это будет делать руководитель структуры, да, поэтому заглядываем в глубину, ищем какие-то вот контакты, находим контакты и работаем, вот в этом и заключается все наше сопровождение, да, вот это и есть, это задача, правильное сопровождение, и можно сказать так, что нет плохой презентации, есть плохое сопровождение, потому что, что такое презентация, это информация о проекте, мы когда говорили о психотипах людей, мы говорили, что разным людям нужно по-разному дать информацию, некоторым буквально, не знаю, крупицу расскажешь, он тут же схватывается, он понимает, потому что, ну, что такое презентация, это проект, вот есть проект, вот есть транспорт, он экологически чистый, он спасает планету жизни, сохраняет животный мир жизни людей, он безопасный, ну, все, и ты можешь стать инвестором, ты можешь стать соучредителем, ты можешь стать совладельцем, да, правильнее будет сказать, ну, все, ну, вот она презентации, но как мы это подадим, какую дополнительную информацию, как мы, какие мы предложим ему, какую помощь мы предложим, какое сопровождение мы предложим, вот от этого зависит дальше успех, поэтому желаю вам, чтобы вот все были прям такими хорошими наставниками, да, хорошими помощниками, чтобы у вас были дружные структуры, чтобы у вас всегда была аргументация, всегда, чтобы вы могли справиться с любым вопросом, с любым возражением, вот мы плавно переходим к следующей задаче, как мы работаем с возражениями, я не буду сегодня прям вот подробно рассказывать, прям дословно, как на какое возражение мы должны реагировать, я хочу немножечко поговорить о механизме, есть определенный механизм, как мы отрабатываем возражения, алгоритм, можно так сказать, алгоритм, и он очень хорошо работает, если мы его правильно понимаем, потому что мы очень часто сталкиваемся, ой, у меня нет денег, ой, у меня нет времени, ой, с меня будут смеяться, сколько лет вы там уже строитесь, а, нет, ты что скажешь, что я дурачок какой-то, что я принял предложение, а, моя жена, наверное, не захочет, то есть иногда люди такие вещи говорят, когда у них происходит какая-то первозащитная реакция, у людей часто бывает, опа, от меня что-то хотят, так все, нет, 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 у меня нет времени, нет, 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 у меня нет денег, да, вот, и мы тогда говорим, да подожди ты меня, выслушай, давайте просто расскажу, чем я занимаюсь, давай вот я тебе расскажу, как я им, как мы говорили, что как мы, с чего мы начинаем, вот как я пришел в бизнес этот, как я это воспринял, и что сейчас происходит со мной, на каком я сейчас этапе, да, и ты потом сам сделаешь выводы, то есть не нужно тушеваться сразу, когда вам, ой, ой, все, 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 у меня нет денег, да я тебе не пришел, не потому что у тебя есть деньги, я к тебе пришел, потому что у тебя нет денег, именно поэтому я к тебе пришел, потому что у нас вот так и так и так, и начинаем рассказывать маркетинг, что ты можешь зарабатывать, тебе не нужно вкладывать, тебе не нужно как сетевой компании делать ежемесячную покупку в обязательном порядке, да, это называется ежемесячная активность для того, чтобы ты мог получить бонусы от своей структуры, да, то есть у нас совсем другие правила. Поэтому не нужно бояться вот этих вот первых отмашек, да, не нужно бояться. Мы всегда знаем, как вести разговор. Во-первых, мы создаем атмосферу взаимопонимания, мы ничего не предлагаем ему, мы рассказываем о себе, как мы пришли, как мы восприняли, что с нами было, если у вас были какие-то такие забавные истории, обязательно расскажите, если были забавные истории у ваших знакомых, у ваших коллег, обязательно расскажите, потому что живые истории, они как раз показывают, что все мы люди, все мы сомневались, имеем право сомневаться, имеем право отказаться вообще, да, имеем право даже бояться, бояться потерять деньги, бояться куда-то в какую-то там, ну, знаю, попасть в какую-то нехорошую ситуацию, потому что на самом деле статистика какова из 100% стартапов, только 3% являются четкими, точными, которые, условно говоря, выстреливают, и у них все получается. Остальные по разным причинам сворачиваются. Кто-то намеренно запускает этот стартап как аферу какую-то, у кого-то просто не получается. А наш стартап, да, мы тоже стартап, но, извините, мы уже на 14 этапе, которые подходят к концу, вот, и у нас уже точка невозврата пройдена, мы тоже должны понимать это прежде всего сами, и это должно нам самим давать уверенность, да. Вот. Затем, когда мы делаем уже презентацию, мы анализируем, конкретизируем, задаем вопросы, чтобы мы поняли, правильно ли нас понял клиент. Если мы поймем, что нас поняли правильно, значит, уже у человека, с которым мы беседуем, будет меньше вопросов, будет меньше сомнений, будет меньше возражений, потому что мы задаем ему вопросы и тут же на них отвечаем. Мы тут же даем ему дополнительную информацию. И когда мы понимаем, что нас правильно поняли, уточнили, разъяснили, да, мы таким образом уже, можно сказать, минимизируем возражения. Сразу, в первой же беседе, есть три причины, когда человек говорит нам, вот прям нет, 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 подожди, нет, вот мы тут распинаемся, он говорит, нет, нет, нет. Лучше выяснить, что именно им руководит, чего ему не хватает. Первое. У него может быть сомнение вообще в целесообразности данной покупки. То есть ему нужны дополнительные аргументы для принятия решения. Вот это как раз вспоминаем основной побуждающий фактор. И когда мы понимаем, что человеку нужно, вот тут мы работаем, да, что ты сможешь удовлетворить свои самые важные для тебя потребности. Да, вот мы даем ему аргументы для принятия решения, аргументы дополнительные. Есть, бывает, что человеку просто нужна дополнительная информация. Он говорит нет, потому что он ещё не понял, что ему предлагают. Да, и мы вопросами выясняем, и мы даём информацию. Мы даём дополнительные ролики, мы открываем маркетинг. Ну, то есть мы задаём вопросы, чтобы понять, какая информация ему нужна. И третье. Бывает, что люди нам отказывают только потому, что он не хочет этим заниматься. Он просто не хочет этим заниматься. Поэтому очень важно нам это прочувствовать, это понять для того, чтобы не тратить своё время, не тратить свою энергию. Потому что есть три типа людей. Игроки, аутсайдеры и зрители. Игрок – это который знает, что такое рисковать. Он может ставить цель, он идёт к цели, потому что он знает, что такое победа. И поэтому он играет. Ему надо мало информации. У него не будут возражения, которые отталкивают. У него будут вопросы. Для того, чтобы полностью получить весь комплекс, чтобы полностью понять, надо ему это или не надо. Он игрок, он будет задавать вопросы. Игроки, как и командиры, иногда могут не дослушивать до конца наш рассказ. Вот мы пришли, мы подготовились, мы там начинаем ему так, мне надо вот это ему рассказать, вот это мне надо показать. То есть мы подготовились к беседе, мы приходим, и нас тут хоп на каком-то моменте перебивают, начинают задавать вопросы. Если мы чувствуем, что перед нами игрок, перед нами командир, который знает, чего он хочет, не обижаемся, что он недослушивает нас. Ничего, наоборот, здорово, он уже всё понял. Он уже не тратит своё время, он не тратит ваше время. Он задаёт чёткие вопросы для того, чтобы полностью у себя в голове по полочкам всё разложить, понять, чего ему не хватает и принять решение. Если перед нами аутсайдер, это бывший игрок, который когда-то сломался, который когда-то проиграл и не смог, вернее, упал и не смог подняться, но он знает, что такое игра, он знает, что такое победа, он знает вот эти чувства победы. С этим человеком можно работать. Мы всегда его можем из категории аутсайдера, найдя правильный подход, правильные аргументы, перейти в категорию игрок. И мы тем самым сделаем благо ему, благо, потому что он начал где-то ломаться, он начал где-то сомневаться. И мы делаем ему благо, он обретает сил, у него появляется энергия. Вообще нам нужно понимать, что наше предложение принять участие в нашем проекте – это благое дело. Благое дело как для людей, так и для всего окружающего. Поэтому, когда мы не сомневаемся, когда мы понимаем, что мы дарим благо, а не втягиваем кого-то куда-то и хотим что-то от человека поиметь. Ведь на самом деле, предлагая проект, мы человеку даем гораздо больше, чем получаем сами. Сами мы получаем определенный проект от инвестиций. Все. Но мы человеку даем будущее. Он может сам принять решение, какой он хочет портфель, какие он хочет инвестиции сделать, какие ему нужны на выходе благо, сколько он хочет получить. И он сам принимает это решение. Он получит гораздо больше, чем мы. Поэтому, когда мы идём с мыслью, что мы несем человеку благо, что это наш долг, узнав о таком классном проекте, рассказать о нём ещё кому-то. Тогда мы, может быть, и не будем возражений бояться, потому что мы будем говорить, что, ну ладно, нет так нет, просто мне для меня было важно до тебя это донести. И есть люди, которые просто зрители. Это вот диванный аналитик, диванный эксперт, можно назвать их как угодно. Это тот, который наблюдает игру, знает всё, знает, как играть. Допустим, если берём, допустим, хоккей, да, Коль, у меня уже приведён пример картинок из хоккея. Он знает, как надо забивать, знает, как надо защищать ворота, он знает, как должен работать. Он знает всё, но он ничего не делает. Он точно так знает, как строить бизнес, он знает, как обкладывать куда деньги, как зарабатывать, но он ничего не имеет, кроме того, что он лежит на диване и чешет затылок, да. Если вы понимаете, что перед вами такой человек, мой вот совет, не тратьте на него время, не тратьте на него свою энергию. Это очень редко, когда мы такого сможем перевести в какую-то категорию выше. Если вам удастся, то вы победитель. Таких людей, если мы распознаём, то лучше себя не растрачивать. Это очень важно, кстати. Это очень важно. По большому счёту он имеет право оставаться зрителем. Он имеет право жить в своём, как лягушечка в болоте, на своём красивом листочке. Как лягушка живёт. Ей хорошо там. Ей хорошо. И пусть, если человек счастлив, вроде Бога, он живёт в своём маленьком мире, пусть он имеет на это право. Точно так же, как и имеют право люди возражать, бояться и сомневаться. То есть, когда мы встречаемся с возражениями, что мы должны понимать? Нам надо осознать. Да, он имеет право бояться, сомневаться, потому что у него разные причины есть для этого. У него может быть опыт свой собственный негативный, у него может быть опыт его коллег-друзей негативный. Да, мы вспомним, когда ничего подобного не было, и пришла к нам пирамида МММ, и как много людей туда зашли, и по сей день многие говорят, знаете что, мне хватило МММ. До сих пор люди говорят это. Поэтому да, тогда очень много людей обожглись. Поэтому мы осознаём, то есть это наша реакция, какая должна быть наша реакция. Мы осознаём, что человек имеет право возражать и имеет право сказать нам нет. Мы принимаем это. Да, конечно, я понимаю, я тоже когда-то где-то в чём-то сомневался. Ведь правда, ведь все же мы люди, мы же тоже когда-то в каких-то ситуациях говорили, ой, нет, нет, ой, нет, 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 я что-то тут недопонимаю, поэтому нет. Но наша задача нейтрализовать это возражение, если это уже наш игрок, если это уже член нашей команды. Если он уже, мы понимаем, что да, он готов быть с нами, но чего-то ему не хватает, мы должны это дать. То есть мы должны нейтрализовать его возражение. Это я привожу один и тот же пример, потому что он мне очень нравится. Если мне, я что-нибудь придумаю новенькое, я буду приводить другое. Но если у нас есть полный стакан воды или там полный кувшин воды, вот, например, да, вот это просто вода, и мы хотим сделать из неё какой-то вкусный напиток, и нам надо туда добавить какой-то сироп, а места нет, значит, нам нужно отлить немножко воды, чтобы было место для сиропа. Поэтому мы даём возможность человеку выплеснуть всё эмоции, выплеснуть свои сомнения. Почему? Вот он начинает возражать, мы говорите, почему, 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 расскажи мне. Может быть, я сам где-то слепо, глупо нырнул, как в уме с головой, и не рассмотрел какой-то опасности. Скажи мне, что ты видишь в этом, да, какую ты опасность видишь. Пусть он выскажет всё, ему станет намного легче, и вы поймёте, что ему нужно. И вот тут как раз освободится место, куда мы доливаем сироп. Мы ему даём информацию, которая рассеет все его сомнения и возражения. Вот. И что нам для этого нужно? По большому счёту нам нужно качество нашего транспорта, знать и понимать, вот что в нём, как. То есть вот мы эту информацию всю изучаем. Конечно же, мы говорим о выгодах, поколь мы человека приглашаем, мы говорим о выгодах. И о выгодах вообще для всего живого, для всей нашей планеты. Какая есть выгода, если этот транспорт будет внедрён, и какая выгода будет у человека, если он сегодня и сейчас придёт в проект и там немножко поработает. Вот. Ну и доказательства, пожалуйста. У нас есть экотехнопарки, испытательные наши площадки, сертифицированные трассы, которые можно не только увидеть, потрогать, пощупать, но и прокатиться. То есть у нас есть три базовые группы, из которых мы берём аргументацию. Это все характеристики, выгоды и доказательства. Вот. Итак, мы встречаемся с возражением. И сейчас прям вот по косточкам, да, по косточкам, вот этот алгоритм отработки. Это в принципе то же самое, что только что я проговорила. Осознать, принять, нейтрализовать, да. Итак, присоединение, объяснение присоединения, факт, аргумент, цель диалога и окончание взаимодействия. Это алгоритм. И сейчас, что значит присоединение? Мы присоединяемся к мнению клиента. Он говорит нет, потому что. И мы даём ему понять, что да, он имеет право сомневаться. И это даже очень хорошо. И тем самым мы снимаем сопротивление и напряжение. И он не будет сопротивляться дальше тому, что мы будем говорить. Так вот, мы принимаем. Иван Иванович, очень хорошо, что вы об этом заговорили. Да, то есть очень хорошо. Дальше мы тут же объясняем присоединение. То есть мы усиливаем этот эффект, объясняя, откуда такое мнение. И это покажет, что мы на самом деле принимаем, учитываем его точку зрения. Что мы с уважением относимся к нему, к его знаниям. То есть я тоже считаю, что при выборе финансового партнёра, в первую очередь, важна его репутация. То есть очень хорошо, что вы об этом заговорили, потому что если вы решаете вкладывать куда-то деньги, конечно же, вы должны сомневаться, конечно же, вы должны что-то проверить. Конечно же, для вас важна репутация этого проекта, куда вас приглашают. То есть это нормально. Но существуют факты. И мы тут приводим факты, которые относятся к данному возражению уже. То есть мы приводим известные факты для того, чтобы вызвать больше доверия. Мы говорим, да, но компания на рынке с 2015 года, здесь более 400 тысяч активных инвесторов из 210 стран мира. Мы говорим, что мы участвовали там уже, не знаю сколько, 19-20 выставок испытательные. У нас есть центры в двух странах. Извините, у нас Эмираты с нами работают, сотрудничают. У нас уже есть 12 видов подвижного состава. То есть мы говорим о фактах. Мы говорим о фактах. И вот это является аргументом. И имея такие регалии, имея такие достижения и результаты, как вы думаете, мы будем рисковать своей репутацией? Мы будем обманывать? Мы будем строить какую-то воздушную пирамиду, которая рухнет, когда у нас столько вложено денег, когда мы такой путь прошли? То есть мы показываем, насколько мы серьезные люди, что вот есть факты, есть факты, и вот вам аргумент. Мы не будем рисковать. Мы не будем, компания не будет делать воздушную пирамиду, которая рухнет, потому что мы прошли такой большой путь. То есть факт плюс аргумент. И дальше мы переходим к своей цели. У нас какова цель? Мы его приглашаем. Поэтому я приглашаю вас на встречу, чтобы более подробно рассказать вам о том, как вместе с нами инвестировать, какие результаты получить. И предлагаем ему какое-то время для встречи. Все, мы приняли, мы нейтрализовали его возражения. И мы предложили ему встретиться и поговорить. То есть мы ему сказали, ты молодец, что ты сомневаешься, ты имеешь право сомневаться, потому что действительно вкладывая деньги, тебе нужно понимать, куда ты их вкладываешь. И это здорово. И я тебе даю факты, я тебе даю информацию, и вот тогда ты подумаешь. Поэтому давай мы встретимся и дальше все поговорим. И мы фиксируем нашу договоренность. Вот все, отлично. Тогда я вам напомню, продублирую детали, время, место нашей встречи, дату. Я с вами прощаюсь. До встречи, желаю вам хорошего дня. То есть мы назначаем встречу. В целом, получается, может быть, когда разбираешь по деталям, это получается долго, но в целом это получается очень быстро. То есть вот этот алгоритм мы проходим. Причем в любой. Говорят про пирамиду, мы говорим про пирамиду. Говорят, что это рухнет, что вы там собираете уже так много денег, ничего не сделали. Мы берем факты того, что мы сделали. Но что мы делаем? Да, ты молодец, что ты сомневаешься. Очень хорошо. Это правильно. Я тоже посомневался, потому что я вкладываю деньги. Нужно понимать, куда ты вкладываешь, что за репутация этой компании. Но эта компания уже вот с такими результатами, вот с такими достижениями. И мы совершенно не готовы рисковать. Мы совершенно не готовы сейчас рухнуть, потому что мы столько денег вложили, мы столько его достигли. Поэтому давай я тебе подробнее расскажу, и ты сам для себя сделаешь выводы. Всё. Мы ему не стали говорить, да ты что, это не пирамида, да какая же это пирамида. То есть он с сопротивлением, и мы с агрессией. Всё, из этого ничего не выйдет. Мы принимаем и даже ещё и хвалим его за это. И вот этот алгоритм, он действительно работает. Он работает, и он приносит пользу. Ещё очень полезно, когда мы сделали презентацию, когда поговорили, ответили на вопрос, очень полезно использовать технику Бенджамина Франклина. Прямо вот вручную, на листочке. Делим листок напополам, пишем плюсы, пишем минусы. И просим нашего оппонента, нашего собеседника сказать, вот давай, сейчас мы с тобой поговорили, ты всё-таки, у тебя есть какие-то сомнения, у тебя есть какие-то возражения. Давай напиши, что на твой взгляд ты считаешь минусами. Вот напиши минусы, что тебе всё-таки здесь кажется несовершенным, что тебе кажется сомнительным. И пусть он напишет минус. А вы потом сами напишите плюсы. Сами. Все преимущества технологии, преимущества участия, выгоды в долгосрочном периоде, в краткосрочном периоде, тоже их запишите. На сегодняшний день абсолютно точно могу сказать, что плюсов всегда будет больше, чем минусов. Если ещё вы давно уже в компании и прошли с ней определённый путь, вот этот длинный семилетний путь, то вы сто процентов напишете плюсов, гораздо больше, чем напишет минусов ваш собеседник. Его минусы дадут вам понимание, какую ему ещё нужно дать информацию, что он ещё недопонял, чего ему не хватило. Это тоже огромный плюс для вас, для вашей беседы. Может быть, вы даже для себя поймёте, если у вас один и тот же минус, допустим, будут разные люди писать, вы поймёте, как выстраивать в дальнейшем свою беседу. Может быть, вы поймёте, что я тут вот что-то, видать, не говорю, потому что именно в этом пункте всегда люди сомневаются. Вы проработаете сами это. Сможете тоже сделать так, чтобы уже потом не было этого сомнения. И пусть этот листочек останется у вашего собеседника, пусть он его возьмёт с собой. Он ещё не один раз туда заглянет, не один раз увидит эти все плюсы и поймёт, может быть, сделать какие-то для себя выводы. Это тоже очень полезно. Поэтому эту технику очень рекомендую вообще использовать. Даже её можно использовать в любых жизненных ситуациях, когда самому надо принять решение какое-то, когда даже женщины используют, когда взаимоотношения начинают портиться с мужем, с партнёром, и начинают писать плюсы, минусы, или там партнёры начинают его плюсы, его минусы. Что ж я к нему цепляюсь? У него же плюсов больше, чем минусов. Да, вот техника на самом деле шикарная. Вот действительно, вот когда просто о ней говоришь, просто её прослушал, ну да, классно. Но если её возьмёшь и попробуешь применить, я вам говорю, на любой области вашей жизни её можно применить. Она очень помогает для принятия решения. Поэтому пользуйтесь, пользуйтесь, не ленитесь. Ну и есть иногда фразы, которыми нам легко закрыть беседу. Когда ты говоришь человеку, что, знаешь, с тобой или без тебя проект всё равно реализуется, транспорт всё равно поедет. Но вот так как я набираю сейчас команду или расширяю команду, я бы, конечно, хотел, чтобы ты был со мной в команде, потому что ты достаточно сильный игрок. И подумай, пожалуйста, вместе мы сможем многого добиться. То есть эта фраза очень хорошая. Она и заключает нашу беседу, то есть всё, она закрывает. То есть я сказала всё, что я хотела сказать. И она в то же время заставляет человека подуматься, задуматься, потому что мы его оцениваем, мы говорим, что мы его ценим, и мы хотим, чтобы он был с нами в команде. Можно говорить людям, что, слушай, ну ты же знаешь, что вот ты человек, который рискуешь, ты знаешь, что ты можешь рискнуть. Ну давай, какой суммой ты можешь рискнуть? Я тоже всегда говорила, когда человек начинает сомневаться, я всегда говорила, знаешь, давай возьми пакет на ту сумму, которую тебе не жалко потерять, если ничего не получится, потому что это стартап. И в 15-м и 16-м году я говорила, да, я вкладываю ту сумму, которую мне не жалко потерять. Но я буду это делать, я хочу рискнуть, я хочу попробовать. И я всегда говорила, не надо отдавать последние деньги, не надо отдавать деньги, которые ты собирал там на квартиру, на машину, не знаю, на что прокрутить. Здесь не будет быстро прокрутить. Здесь нет такого понятия прокрутить быстро деньги. Здесь ты понимаешь, здесь ты вкладываешь на определенный период, причем в нашем случае он не ограничен во времени, мы не можем сказать точную дату. Да, хорошо, у нас все хорошо развивается. Да, у нас есть надежда, как сказал Анатолий Эдуардович, что у нас есть 4 подписанных контракта в декабре 2021 года, что по результатам 2022 года, это возможно, он выйдет в 23-м на дивиденды. Он сказал, я очень этого хочу. Да, это уже надежда, потому что все-таки у нас 14 этап из 15, но мы все равно не можем ничего гарантировать никому. Ничего. Поэтому люди должны понимать, здесь надо подождать. Посмотрите, сколько форс-мажорных ситуаций в нашей жизни случилось. Один раз вообще даже на самом старте, когда в Литве произошел цигент, откинул на два года реализацию проекта Анатолия Эдуардовича, он откинул. Потом следующая пандемия, нас, вы посмотрите, закрыла. Поэтому всякие форс-мажорные ситуации могут быть, поэтому мы всегда людям говорим, ты можешь работать той суммой, которую тебе не жалко потерять, которую ты можешь искнуть, которая у тебя может просто где-то полежать. Да, мы даже сегодня уже не говорим потерять. Если в 15-м году мы могли говорить потерять сумму, вложи столько, сколько тебе не жалко потерять. Сегодня мы уже так даже не говорим, потому что деньги не теряются. Все, мы точку невозврата уже прошли, поэтому результат будет, рано или поздно будет. Это уже вопрос времени. Сейчас у нас, как говорится, риски только временные. Да, вот и все. Еще мне очень нравится вот такая фраза. Фраза, она в десятку. Транспорт поедет и без вас, но мир разделится на две группы людей. Только на две. Третьей группы не будет. Тех, которые платят за проезд в этом транспорте и тех, которые получают от этого прибыль. И вот подумаем. И каждый из нас, задумайтесь, в какой категории, в какой группе мы хотели бы быть. И этот вопрос я всегда задаю своему новому партнеру. И я говорю, ты только осознай, будет две категории людей. Только две. Кто-то будет платить, а кто-то будет получать. И сегодня у нас есть возможность получать прибыль. Поэтому это тоже важно, и это помогает. Это помогает принять решение. И всем я говорю, тем, кто говорит, нет, 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 нет. Я говорю, ну, очень хорошо. Самое главное, что ты уже потом не скажешь, что я тебе об этом не говорила. Я тебе сказала и свою миссию выполнила. Я добро и доброе предложение до тебя донесла. Дальше ты уже сам принимаешь решение. И если же мы говорим уже о возражениях, то мы сможем всегда и любое возражение погасить только в том случае, если у нас у самих не останется ни капли сомнений в успехе нашего проекта. Если же у нас есть сомнения, с нами тяжело работать. Вернее, нам тяжело работать, и нас чувствуют, нас прочувствуют, нас раскусывают, так сказать. Только тогда, когда мы вот здесь ни в чем не сомневаемся, мы сможем работать с любым возражением. Желаю вам всем быть уверенными в том, что вы делаете, принимать только правильные решения, работать успешно с любыми возражениями, не бояться их, а наоборот принимать их как какую-то игру, как какой-то вызов, сказать, ну, я тебе все-таки смогу, ну, может быть, даже не доказать, не переубедить, но найти аргументы, чтобы ты понял, что не нужно сомневаться, что это все-таки работает. Так что всего хорошего я вам желаю. Спасибо, что были со мной на связи. Спасибо, что досмотрели до конца. И до новых встреч. Следующий вебинар у нас будет в конце месяца, потому что сейчас мы все уходим на праздники. Сейчас отпускай. И вот в Прибалтике у нас тоже будет большой, большой, большой праздник. Лига у нас. Я думаю, что людям будет не до того, чтобы сидеть у вебинаров, а вечера будут проводить на улице, на природе. Все, желаю всем хорошего вечера и до новых встреч. Пока.